Приветствую вас и условно можно разделить вашу проблему на две части. Первая часть это, пожалуй, проходка детско-родительских отношений. То есть, понимание, правильное понимание, оценка того, что хотели дать вам ваши родители. Почему они именно так себя с вами вели? Почему они требовали от вас полного повиновения? Итак, если сейчас вы на них обижены, если сейчас вы испытываете определенный дискомфорт, если сейчас у вас нет понимания того, к чему родители стремились, я думаю, что как раз-таки такого понимания у вас нет, то тогда это понимание можно помочь вам обрести. Через, еще раз повторю, разбор детско-родительских отношений. Это первый и важный для вас момент. Поскольку именно с них, с родителей, у вас началось такое поведение, что вы имели любые цели, кроме своих, то, соответственно, с этим конфликтом и нужно вам работать в первую очередь. Это первый момент. Момент важный, но захотите ли вы разбирать свои детско-родительские отношения или нет, это вам решат. Потому что, в принципе, на приеме у психолога вы были и какие-то моменты для себя вы уяснили. Моменты эти могут быть, конечно, разные. То есть вы не сказали, чем закончился ваш сеанс терапии. С тем психологом в 2007 году, но я думаю, что раз вы обратились к нам, значит, не очень-то хорошо он для вас прошел. И чтобы ставить свои цели, нужно для начала уметь, точнее говоря, учиться, доверять своим эмоциям, своим собственным переживаниям, свои, я бы сказал, чувства. Вообще-то, именно это, в первую очередь, и убирают у людей, когда навязывают им свое мнение. Людей отвечают доверять своим переживаниям. А именно это необходимо для того, чтобы ставить свои собственные цели. Иначе говоря, вы прекрасно отыгрываете свои социальные роли. Вы прекрасно играете роль, например, мамы, например, ну, если я правильно вас понял, вы прекрасно играете роль родителя. Вы прекрасно играете роль жены. Вы прекрасно играете роль дочери своих родителей. Все это у вас получается здорово и хорошо. А вот не играть роль, не отыгрывать какие-то обязанности, а двигаться именно к тому, что нужно лично вам, вы не можете. Потому что социальные роли, они, как и в любом социальном кругу, предполагают для другого человека достаточно жесткий перечень обязанностей и гораздо меньший перечень прав. Исходя из этого, несложно, я надеюсь, сделать вывод, что нужно вам личность нарастить. И для того, чтобы личность нарасти, мы условно назовем личностный рост тем, что вы хотите. Чтобы расти личностно, нужно для начала осознавать, кто вы. Кем вы хотите быть? Как вы видите себя? Как вы, какой вы видите себя, точнее? Это важно и нужно выяснить, какой вы хотите себя видеть. И вот, когда вы ответите себе на вопрос, какой вы себя хотите видеть, тогда вам как раз-таки и будет проще ориентироваться на свои цели. Потому что получится так, что вы будете видеть себя той, какой вы хотите быть. И у вас получится у вас получится как раз-таки идти к этим целям. У вас получится как раз-таки благодаря пониманию того, кем вы хотите себя видеть. Благодаря этому пониманию у вас получится ориентироваться и образовывать какие-то свои цели. это первый и самый наверное важный для вас момент. Момент именно такой, что вы продвигаетесь в сторону того да, в сторону того значит что какой вы хотите себя видеть. это первый второй момент. Необходимо личное пространство. Необходимы личные границы. Давайте спросим себя так. Чего не было у вас вот собственно когда вы отыгрывали другие ожидания там другие роли и прочее. Чего у вас не было? А не было у вас своего личного личной границы не было у вас. именно личные границы необходимы человеку для того чтобы он начал себя чувствовать, начал доверять своим эмоциям, своим переживаниям ну и всему тому о чем мы говорили. Чтобы эти самые личные границы осуществить нужно сделать следующее. В психологическом и физическом аспекте постарайтесь организовать все так чтобы вам ну условно говоря чтобы вам никто не вмешивался в некий маленький ареал в некую маленькую границу того что вы сами сами себе сделали. То есть вы что делаете? Вы образовываете личную границу свою собственную личную границу вы ее образовываете и после этого после того как эта граница у вас есть то есть некая такая область куда имеете доступ только вы в этой области у вас формируется значит ваше желание в этой области у вас формируется ваше стремление и ваши цели именно в отрыве от желаний других людей именно в отрыве от стремлений других людей вот именно так именно в этом ключе и нужно вам двигаться в принципе в принципе следующее из чего нужно исходить когда вот как мы с вами сказали да вы поймете какой вы хотите себя видеть вы поймете кем вы хотите быть кем вы хотите себя воспринимать да когда у вас будет некая личная граница некая область куда не будут иметь доступ никто кроме вас на физическом и психологическом уровнях тогда вам нужно будет себя спросить так а чего же вы хотите вот чего вы хотите что у вас лучше всего получается что у вас то вам ближе то вам нравится что что представляет для вас какой-то интерес и здесь вот в этот самый момент когда вы ответите сами себе на этот вопрос тут же появится условно говоря такая проблема что 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 это самое то что вы хотите то что вам нравится то что вас устраивает то что вызывает у вас интерес это все вступит моментально в противоречие с тем чего от вас хотят другие люди это моментально вступит в противоречие с тем чего ожидают от вас другие и чего хотят от вас другие люди и это противоречие противоречие чего хотят другие люди и чего хотите вы оно будет ну скажем так если не ключевым то очень важным чтобы его избежать посмотрите на этих людей вот с какой стороны вот человек предположим чего то от вас хочет что то от вас требует это понятно это значит что он старается для себя правильно он для себя хочет что то получить ну хочет и хочет пожалуй это его право но если он хочет что то получить для себя он считает что он имеет на это полное право то и вы тоже можете хотеть что то получить для себя и как ни странно вы тоже на это имеете Полное право Если у вас Нет ощущения Что вы имеете полное право На то что вы хотите Значит Имеет место быть Неуверенность в себе Если имеет место Быть неуверенность в себе То простите пожалуйста Тогда имеет место быть Комплексы Имеет место быть сомнения И эти комплексы нужно прорабатывать Комплексы Они происходят Из множества вещей Я не буду здесь все говорить Все возможные причины образования комплексов Скажи только Главное Что комплекс это неправильное понимание А точнее Отсутствие Отсутствие истинного Понятия Того что с вами происходит Отсутствие истинного Понятия О том В какой ситуации В каких обстоятельствах В каких отношениях С людьми И с Самой собой Вы оказались И именно Потому Что у вас Отсутствует Это Понятие Именно поэтому У вас И появляется Комплекс Комплекса Бы не было Если бы У вас было Истинное Понятие О том Что с вами происходит И вот Избавление От комплекса Это Как раз таки И обретение Истинного понимания Того Что С вами В данный момент Происходит Ну или понимание Тех обстоятельств Которые С вами Происходят Это Было Описание Комплексов То есть Если вы Считаете Себя Недостойны Того Чтобы Так же Как другие Люди Иметь Браво На Получение Того Что Катих Родители Но Предположим Что Комплекса У вас Нет Предположим Что Комплекса У вас Нет Что Вы Вот Увидели Что Другой Человек Имеет Право На То Чтобы Получить То Что Он Хочет И Вы Тоже Представ Себя Достойны Этого Тогда Если Так То Вы Ставите Перед Собой Цель Цель Это Воплощение Вашего Желата Причем Иногда Бывает Так Что Есть У нас Влечение Есть У нас Мотивы Мотивы Определяются Смыслами Если Вы Не Уверены В том Что Хотите Значит Вы Неверно Оцениваете Смысл Того Что Вы Хотели Быть Сделать Осознавание Для Себя Смысла Того Что Вам Хочется Сделать Породит Необходимую Мотивацию А Значит И Начало Деятельности По Достижению Желаемого Результата В Этом Контексте Хочется Отдельно Сказать Что Цель И Стремление Изначально Конечные Цели Является Несколько Погрешным Потому Что Сама Цель Конечная Цель Может быть Достаточно Далекой Может быть Достаточно Отдаленной От Того Что У вас Есть Сейчас И Дабы Правильно Нормально Адекватно К этой Цели Стремиться Вам Нужно Сделать Для себя Такую Важную Вещь Цель Разбить На Задачи Значит Соответственно Самая Первая Скажем так Задача Это Та Которая К вам Ближе Всего И Вот В зависимости От Того Какая Задача К вам Ближе Всего Вы И Действуете Именно Стремясь Достичь Этой Самой Задачи Для того Чтобы Достичь Задачи Нужно Ну Условно Говоря Проанализировать Ваши Средства По Достижению Этой Самой По Выполнению Этой Самой Задачи Условия И Требования Это Является Едва Ли Не Самым Важным Для Выполнение Задачи И Вот Если Все Вот Это Вот Вы Сделаете То Проблем У вас Не Будет И Вы Будете Нормально Так Без Ну Без Препятствий Без Болков Осуществлять Все То Чего Б Вы Хотели И Вам Придется Делать Только Одно А Именно Привыкать К новому Непривычному Для себя Поведению Но Я думаю Что Привыкнуть Вам Не Заставит Труда Потому Что Это Очень Здорово Когда Вы Чувствуете Что Что Идете К тому Что Вам Нужно К Тому Чего Вы Хотите К тому Что Вам Дорого И Ценно На этом Все Надеюсь Что Помог Вам Если Какие Вопросы Остались Обращайтесь В личку Помогу Если Вам Понравился Мой Ответ Буду Благодарен Если Сделаете Его Лучшим Желаю Вам Всего Доброго И Удачи Благодарю